В Непале есть известная горная цепочка и самая высокая гора в мире, гора Эверест. Если я не ошибаюсь, 9 из 12 самых высоких гор в мире находятся в Непале. Я был в Непале в 1998 году, провел там несколько дней. Большинство людей знают, как называется самая высокая гора в мире. Но не всем известно название второй по высоте горы в мире. Кто-нибудь знает, как она называется? Кей-Ту. Также в Непале. Мне, конечно, не давали на это разрешение и ответственности ни Папа, ни Билли Грэм, ни представители церквей. Мне не давали разрешение решать, какое самое выдающееся, самое высокое место в Ветхом Завете. Я сам решил. Бытие, 22 глава. 22 глава. Бытие — это Эверест Ветхого Завета, насколько я понимаю. Но мне никто право решать не давал. Я просто решил решить. Бытие, 22 глава. Не знаю, какое второе по величине, второе по величине вершины Ветхого Завета. Может быть, исход 33 глава. Когда Моисей возопиял Богу, покажи мне, яви мне славу свою. Но гора Эверест Ветхого Завета, Бытие, 22 глава. В 22 главе книги Бытие перед нами Бог, перед нами прообраз Христа. Глубочайше, в глубочайшем смысле, почти в самом начале Ветхого Завета. Я уже сказал вам, что в 14 главе книги Бытие впервые появляются два важных слова. Слово «война» и слово «десятина». В книге Бытие, 22 глава, впервые появляется еще одно важное слово. Это слово «любовь». Именно в этой 22 главе книги Бытие впервые упоминается в Библии слово «любовь». И было после сих происшествий, после рождения Исаака, изгнания Исмаила. Исааку 14-15 лет. Авраам наслаждается тем, что значит быть отцом, после столь длительного ожидания. После происшествий Бог искушал, или испытал, испытывал Авраама. И сказал ему, Авраам, он обращается к нему лично. Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына своего, сына твоего, единственного твоего, которого ты...» Вот вам это слово. «Впервые в Библии». «Которого ты любишь». Если бы я не знал ответа на этот вопрос, и вы бы меня спросили, в каком контексте впервые в Библии используют слово «любовь». Ну, конечно же, я сказал бы, я – это Божия любовь к человеку. Нет, вы сказали бы мне, не так. Еще попытка? Ну, попытка, наверное, любовь к человеку к Богу. Нет, неправильно. Я бы сказал, ну, если не Божия к человеку, не человеческая к Богу, то, наверное, любовь мужчины к женщине. Нет, не так. Первый случай употребления слова «любовь» в Библии. И это слово употребляется как любовь отца к сыну. Дорогие сестры, пол здесь ни при чем. Кстати говоря, если вам тяжело понять, почему Бог – Отец и Иисус – Сын, задумайтесь о нас, бедных мужчинах. Каково нам, когда мы понимаем, что мы – мужчины, тоже невеста Христова? Каково нам, мужчинам, это осмыслить? Мы об этом даже не думаем. Нам очень странно воображать себя невестой. Клайв Льюис очень точно подметил по этому поводу. Сегодня многие думают, что «как бы хорошо было показать женские характеристики Бога». И вообще говоря, да, все хорошее, что есть в женщинах, они получили от Бога. Конечно, никаких проблем здесь нет. Откуда же еще? Все то, что мы так любим в женщине, все то, что отличает женщину, что мы связываем с женщиной, все это женщина получила от Бога. Конечно. Все качества, все добрые, хорошие качества происходят от Бога. Но Клайв Льюис придумал лучшее идею, у него лучшая мысль, чем сделать Бога женщиной. Он говорит, вот как. «Великий Бог, Творец неба и земли, Великий Бог, Правитель неба и земли, столь силен, столь властен». Слово «Элохим» означает «внушающий страх». Корень «Л» в слове «Элохим». Означает «сильный». Почему мы боимся Бога? Потому что Он силен. И вот Клайв Льюис пишет, «Этот великий и сильный, могущественный Бог столь мужественен и столь силен, что все мы рядом с Ним женственны». Смотрите, какое объяснение хорошее. «Да, вы часть невесты Христовой, вы при этом мужчина. Вы себя считаете сильным, но по сравнению с Богом вы как девчонка. Мне сложно это проглотить, но что делать, раз так оно и есть? Так что, дорогие сестры, пусть вас не смущает то, что я сейчас скажу. Пол здесь совершенно ни при чем. Почему же слово «любовь» впервые в Библии упоминается в смысле любви Отца к Сыну? Потому что любовь Отца к Сыну позволяет нам понять все». Вы скажете, «Понять любовь?» Нет, понять все. Вы скажете, «Она позволяет нам понять богословие?» Нет, она позволяет нам понять все. Понять Библию? Нет, недостаточно понять все. Евангелие? Нет, понять все. Понять все. Все сотворенное. Все сущее. Все, чему предстоит произойти в будущем и в вечности. Все существовало, существует и будет существовать по причине отцовской любви к Сыну. И Бог говорит, что слова ужасные и дикие с человеческой точки зрения. Это хуже, чем то, что случилось между Ноем и его сновьями. Это страшнее, чем то, что произошло между Лотом и его дочерьми. Конечно, там были извращения. Конечно, там была несказанная безнравственность. Но, по крайней мере, там была хоть какая-то привязанность. Да, извращенная привязанность, но все же привязанность и даже расположение. Но Бог требует от Авраама того, что мы и представить себе не можем. Бог говорит, «Возьми Сына Твоего, единственного Твоего, незаменимого Твоего, появление Которого Ты ждал сто лет, Которого Ты любишь, Которого Я Тебе обещал, Исаако. И пойди в землю Моря, и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой Я скажу тебе». Когда-то Бог явился Аврааму в Уре Халдейском и говорит, «Оставь дом свой, и иди в место, которое Я тебе покажу, потому что Я дам тебе Сына». А теперь Он говорит, «Оставь дом свой, иди в место, которое Я тебе покажу, и Я заберу у тебя Сына». Помните первый закон богословия? Вводный урок богословия. Помните? Первый закон богословия. Бог есть Бог, а мы не Бог. Первый вводный курс богословия. Знаете, что такое 22 глава Бытия? Это заключительный экзамен к вводному курсу богословия. Заключительный экзамен. И вопрос в билете только один. Кто такой Бог? Ты или я? То, о чем я сейчас скажу, в чем-то даже опасно. Мы об этом поговорим подробнее. Вот что интересно. В третьем стихе написано, «Авраум встал рано утром, оседлал осла своего и сразу же отправился в путь». Моментальное послушание. Он не медлил. Без промедления поступал. Когда Бог требует от меня чего-то трудного, сложного, я пытаюсь отложить. Я говорю, давай подумаем, давай поговорим об этом. Это Врама Бог потребовал самого трудного. И написано, что Врам встал рано утром и сразу же отправился в путь. Немедленно. Знаете что? Нужно много времени, чтобы научиться слушаться Бога немедленно. Поняли? Нужно много времени, чтобы научиться слушаться Бога немедленно. Нужно время для того, чтобы выработать в себе привычку моментального послушания. Вам это удалось? Вам это удалось? Вам удается сразу же служить за Бога. Преуспели в этом в жизни? Как же смог Авраам встать рано утром для того, чтобы выполнить столь страшное, столь ужасающее, столь невероятное Божие повеление? Как он смог? Наверное, потому что он научился полностью, совершенно доверять Богу. Он знал, что даже если начало пути кажется страшным, его конец будет не страшным, потому что это Божья мысль, Божья идея, Божьи требования. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...